добрый вечер уважаемые телезрители на риотовском канале программа диалог и я ведущий владислав момент футбол наше все где и как развивает игру миллионов в городе как пандемия повлияла на спортсменов а также какие возможности есть для занятий спортом на самом главном стадионе города обо всем этом сегодня мы поговорим с директором спорткомплекса старт александром томенко здравствуйте александр владимирович добрый вечер уважаемые телезрители напомню мы выходим в прямом эфире а это значит что вы также можете принять в нашей программе и задать свой вопрос напрямую нашему гостю для этого нужно позвонить по телефону 8 495 7 9 1 8 8 0 2 7 9 1 8 8 0 2 александр владимирович мой первый вопрос он уже стал традиционным который задаю на протяжении последних месяцев нашим героям как пандемия повлияло на вас и на работу спорткомплекса старт ну пандемия конечно повлияло не только на нас на всю страну много было запрещено данный момент мы были закрыты но продолжали свою работу наши инструкторы которые выходили в онлайн проводили тренировки вот для своих групп для своих людей ну для всех жителей кто был подписан на них этим мы старались поддерживать людей которые находились пандемии сами себя поддерживать чтобы люди чувствовали себя что мы о них помним мы о них знаем насколько трудно было перейти вот в режим онлайн это же все-таки ну не каждый тренер до этого делал такие тренировки выкладывал их в сеть ну почему я хочу сказать что даже до пандемии у нас инструкторы пользуются сетями выкладывать свои тренировки это во-первых наша реклама тоже о том что у нас какие есть тренеры преподаватели что можем какие возможности у нас на стадионе например это есть так что это было также работа была проведена просто на данный момент пандемии мы просто увеличили занятия больше сделали тренировок помимо индивидуальных создавали групповые то же самое было участие народ очень приветствовала люди жители были очень довольны отзывы были положительные просили еще и еще и продолжать дальше ну это здорово а все таки вот если говорить о пандемии а то какой опыт для вашей организации вы вынесли исходя вот то что проводились онлайн тренировки вообще в организации работы хочется что сказать в этом отношении опыт принципе большой мы почерпнули из этого и из этого сделали мы выводы что надо еще больше расширять возможности для жителей делать уроки не только физкультуры определенную тонну и на данный момент образ жизни как себе в пандемии поддерживать чтобы избежать болезнь и всего остального да действительно многие оказавшись дома не знали чем себя занять и как говорится это приводило и к пагубным так сказать привычками привычками все остальное если действительно использовать социальные сети вот в таком виде как спорт то действительно можно ведь детей прежде всего подростков заинтересовать о том что для улучшения здоровья что для этого можно сделать помимо показания определенных упражнений был диалог было общение о том что лучше в том же питание в том же как себя вести определенную в данный момент когда находишься в дома сам изоляции не выйти что для этого можно использовать и как это все можно перевернуть в положительную сторону многие фирмы уйдя вот в этот режим ограничений сократили свой трудовой коллектив как у вас удалось ли сохранить тренеров преподавателей да мы сохранили полностью свой состав на данный момент у нас сокращение никаких не будут и люди продолжают работать и на данный момент очень положительная динамика то что люди сейчас приходят после пандемии приятно слушать от них такие фразы когда мы как мы ждали когда вы откроетесь как вы просто как спасением мы идем к вам как мы очень ждали этого открытия люди на самом деле приходят с улыбками с большим желанием заниматься мы хотим 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 и мы всегда рады этому значит это положительная мы переносим себе и люди этим пользуются и коллектив в этом отношении соскучились по работе но дают и людям еще дальше получать положительные эмоции уважаемые телезрители напомню мы работаем в прямом эфире сегодня у нас в гостях директор спорткомплекса старт александр томилка вы также можете принять участие в нашей программе и задать свой вопрос нашему гостю для этого нужно позвонить по телефону 8 495 7 9 1 8 8 0 2 7 9 1 8 8 0 2 ждем ваших звонков ваше мнение очень важно для нас александр владимирович ну сейчас ограничения постепенно снимаются как спорткомплекс работает сейчас на данный момент мы работаем в режиме определенных ограничений это по загруженности групп то что мы как на данный момент 16 числа было увеличение до 50 процентов вот увеличение занимающихся но на данный момент у нас ограничение это в составе групп определенные и количество занимающихся групповыми занятиями индивидуальными а какие сохранение определенного соблюдения дистанции полтора метра у нас расставлены специальные тренажеры чтобы не было социальное соблюдение социальной дистанции чтобы не контактировали между собой в определенные обработка постоянно каждый час у нас обрабатывается тренажеры раздевалки полностью дезинфекции делается приходит посетитель в маске перчатках соответственно идет обработка рук замер температуры и допускание до занятий вы уже несколько лет возглавляете спорт комплекс старт давайте расскажем тем кто не в курсе что из себя представляет это спортивное сооружение ну спортивное сооружение себя включает игровой зал размерами 40 на 30 три футбольных поля два с искусственным покрытием одно с натуральным хоккейная коробка универсальная с баскетбольной площадкой вот воркаут площадку нас стоит соответственно и небольшие два зала это занятием бокса и айкидо для единоборств два зала вот такой универсальный зал 30 на 40 какие соревнования он позволяет проводить много профильные соревнования можно проводить начинаем от мини-футбола и можно и танцы и художественная гимнастика всеми спортивные мероприятия мы там проводим я не случайно сказал что стадион старт является таким действительно главным нашим стадионом а сколько человек сейчас у вас занимается на данный момент и трудно посчитать но до пандемии выходила что у нас в течение загруженность было в районе 300 человек давайте перейдёмся на звоночек студию здравствуйте представьтесь пожалуйста а ваш вопрос наталья я хочу благодарить вас спортсмены тренера как и вашем лице очень активно тренируют молодцы вам же от их не дать побольше что привозили из рубежа спасибо извините за вопрос но когда будет новое покрыло здание которое замороз на территории старт спасибо за вопрос ну что я могу сказать об этом на данный момент готовится документация продолжение строительства этого комплекса но в этом году в связи с пандемией было сроки передвинуты в данный момент я думаю что в следующем году начнется строительство альсен владеевич действительно спорт комплекс это такое большое большое учреждение а какие виды спорта являются так сказать профильными если так можно сказать ну профиль у нас это футбол потому что на нашей территории базируется спортивная школа приолит футбольный клуб приолит и соответственно имея три футбольных поля акцент у нас все-таки идет на футбол но мы не забываем другие виды спорта давайте перечислим какие помимо того что у нас есть тренажерный зал и фитнес-зал мы занимаются еще у нас зал бокса который возглавляет клуб у нас пересвет который возглавляет алексей папин звезда звезда жителей города левутова до бокса бокса и также зал айкидо где у нас занятие проводится от трех лет и выше то есть наполнеемость у нас большая люди приходят и помимо того на данный момент мы сейчас развиваем очень хорошо а начали воздушная акробатика это для детей и только лети для взрослых что себя включает воздушная акробатика это надо видеть приходить смотреть это подвесных льда у нас проводится на подвесных сооружениях на лентах дети делают гимнастические упражнения то есть это спортивное такое новое направление мы его развиваем жителям города очень нравится детей приводят очень много на данный момент от этой системы сейчас будем развивать дальше хотим там с тем же преподавателем он будет приглашать мы вводим цирковая акробатика будет там и балетная школа это здорово то есть это появится балет ну пока первоначально первые шаги делаем люди уже приобрели определенное оборудование но почему бы нет москва рядом большой пригласим мы больше все-таки делаем уклон на спорт но все равно это бы школа балета это заключает себя определенная осанка для детей это очень полезно но тут первые шаги уже есть люди которые хотят приходить записываются и то что вот мы про сентября месяца будет производиться набор и в школа и в акидо и в бокс и также воздушная акробатика то есть мы будем ждать вы сказали что действует школа на бокса которую возглавляет наш прославленный боксер скажите пожалуйста вот имя алексея папина насколько она вот но действительно влияет то что вот ребята приходят и видят чемпиона дети приходят они хотят они видят перед собой пример того же алексей папина что он показывает какие результаты и они хотят того же и они идут ну большинство очень нравится то что у них возглавляет школу их не такой прославленный спортсмен но помимо спортсмен они хоть многие очень хотят сейчас идет уклон очень на единоборство дети очень хотят заниматься боксом кикбоксингом который тоже в этом в школе пересвет делается также айкидо поверьте мне зал у нас переполнены айкидо я знаю что вообще школа с таким мировым именем брендом и у вас постоянно проходят какие-то мастер-классы известных так сказать сенсей наверное это будет продолжено да ну на данный момент связи с этой пандемии закрытие границы у нас много турниров отменились связи с этим переносим на следующий год но я думаю что следующий год будет насыщенный потому что этот год много соревнований ушло мы постараемся наверстать следующем году то есть что плотным графиками еще даже хотим больше увеличить соревнований что на нашем стадионе проводилось очень много соревнований чтобы люди приходили смотрели и можем даже принимали участие вот это было здорово уважаемые телезрители напомню сегодня у нас в гостях директор спорткомплекса старт александр томенко вы также можете задать вопрос нашему гостю для этого нужно позвонить по телефону прямого эфира 8 495 791 8802 791 8802 александр ну вот мы постепенно подобрались к футболу но начнем так сказать с мини-футбола сегодня как развивается этот вид спорта у нас в риотве у нас развивается мини-футбол такой программы у нас же спортивная школа приолит который находится еще раз базируется на стадионе зимним в зимнем цикле они участвуют мини-футболе они играют в нашем зале тренируется мини-футбол то что это неотъемленная часть от большого футбола это взаимосвязь которая в определенные периоды надо пользоваться и мини-футболом летом переходим на большой футбол до недавнего времени вы также возглавляли и взрослую команду приолита стадион старт является ее базой какие сейчас перемены в клубе все наверное болельщики ну действительно соскучились по футболу и хотят знать когда же все начнется и что ждать от команды но по предварительным данным 8 августа стартует чемпионат первая домашняя игра будет у приолита футбольного клуба на данный момент команда составляет 80 процентов воспитанники школа приолит это 2000 год 2001 2002 который год был выпускной они пополнили команду так что на данный момент готовим команду что будет выступать потому что достойно а какие изменения произошли в тренерском штабе в тренерском штабе сейчас главным тренером назначен пал григорьевич коваль ты известный футболист давайте напомним кого из великих он воспитал ну сразу первое имя это игрек инфеев вратарь вратарь сенска и сборной сборной россии золотой ноги так сказать да это его первый тренер свое время он и говорит о многом как удалось заманить то ну это благодаря нашему спортивному агитатор в городе большому который в общем переживает и болеет за спортом борис пантелеич олеферов да он хочет все чтобы люди приходили дети приходили чтобы знаменитые люди были на этом стадионе чтобы знали что может но это вот действительно большое спасибо нужно сказать борис пантелеич что вот он горит футболом и всегда приглашает очень таких известных людей тренировать наших воспитанников и действительно ребята смотрят на легенды футбола и ну просто при таких людях нельзя играть плохо если какие-то уже задачи у клуба на следующий сезон но связи с и пандемию понимаете сократились участники соревнований сократился регламент то есть сейчас будет в турне проводиться всего в один круг а он пройдет с начала августа и до конца на октября месяца сколько команд 15 команд в один круг в один круг да то есть будет одна игра раньше состоялось двух кругов это была домашняя игра и выездная игра сейчас это будет стоять самого одного круга будет такой сжатым цикл будет проводиться дату если я не ошибаюсь прошлого сезона команда выступает в зоне московской области до этого перед россии московского в зоне москва это как-то повлияло вообще на расстановку турнира таблицы команды в московской области насколько они отличаются от тех команд которые играют в москве и по доезду так всегда имеет значение команда пока может доехать до того же допустим это же в антиевке да то есть можно затратить одно количество времени баллисты просто устанут ехать и тут выходить на поле а это играет значение конечно играет но в том году очень хотим поблагодарить администрацию города которую в некоторых моментах выделяла транспортном чтобы мы доезжали это было огромным спасибо был предоставлен транспорт соответственно это немножко сокращала определенные фрагменты том что когда ехать добраться до тоже там серьги посада то есть далекие такие точки но я вам хочу сказать что московская область очень богата хорошими командами и правда вот когда играем сейчас московской области очень много хороших команд и сильные турниры проходят и очень интересные первых посещаем все почти московскую область увидим как развивается спорт других городах видим смотрим что там как как играют команды показывает свой уровень определенный это очень хороший опыт и на самом деле интересный турнир в этом отношении действует на базе старта и детской юношеской спортивной школы по отделению футбола сколько там мальчишек занимается и со скольки лет вообще можно прийти и записаться в секцию футбола ну на данный момент это я как могу вам точно сказать но процедура идет шести лет шести лет шести лет да и на данный момент есть информация что второй половине сентября спортивная школа приолит будет производить набор и новый набор и помимо нового набор мы еще дополнительный набор для команд который есть уже на данный момент к чему готовить родители родителям своих детей и есть какой то отбор же какой-то когда так то модное слово кастинг как он проходит но на данный момент это уже прерогатива тренера тренер смотрит да там есть талант или они талантливые это первое второе講а смотреть но Соответственно, сначала мы берем всех. Потом производятся определенные отборы от севы, когда уже происходит, когда будет сдача норматив. Это через определенный срок будут производиться нормативы. Ну, конечно, получится. Нельзя сказать, как вы знаете, когда при поступлении в театральный вуз сидят мэтры, и они сразу увидят гения. В футболе так невозможно? В футболе тяжело, понимаете, в спорте. Есть, да, гениальный, которым от природы дано многие себя проявляют, и в детском возрасте могут себя показать, то, что очень много. Но есть и те, которые через труд, через тренировки вырастают в хороших спортсменов. А как происходит сотрудничество с главной командой детско-юношеской спортивной школы? Ну, когда происходит то, что когда происходят домашние игры футбольного клуба «Приолит», приглашается почти вся школа, дети приходят, смотрят, как играет, да, старший раз. Во-вторых, есть даже по регламенту у нас выставляются мальчики для мяча подавать команде основной. Это очень тоже интересно для них. Ну, и, соответственно, приходим, мастер-классы проводят наши взрослые игроки, которые есть поигравшие, со стажем, с хорошим. Мастер-классы проводят игрокам маленьким, показывают определенные занятия, тренировки проводят, мастер-классы. Вот я не знаю, почему так получается, но многие специалисты говорят, что да, вот в детском возрасте юный футболист показывает отменные результаты, он доходит до какого-то определенного уровня, и потом, когда ему исполняется там 16-18 лет, он попадает в команду мастеров, и его звезда почему-то угасает. С чем это связано? Когда же появятся наши Олеги Блохины, Эдуарда Стрельцова? Ну, я вам хочу сейчас на данный момент даже похвастаться. На данный момент сейчас идет у нас тур заключительный нашего чемпионата. Вы имеете в виду чемпионат России? Да. И на данный момент... Вот в это время решается... В это время, да. Я хочу вам сказать, что в команде Рубин играет наш сейчас воспитанник Илья Самошников. Это показатель. Это наш воспитанник школы Преолит, футбольного клуба Преолит. И он сейчас играет в основном составе команды Рубин. Илья Самошников. Если я не ошибаюсь, мы даже с ним как-то записывали интервью. Это его первый сезон или уже? Ну, первый сезон, да, он у нас в премьер-лиге. Вы следите, как происходила адаптация? Первый сезон в премьер-лиге. Представляете, игрок добился того, что вот вам ответ на этот. Кто хочет этого, он добьется. Что для этого надо? Желание. Желание самого футболиста дальше продолжать футбол. Заниматься и отдаваться полностью тренировочному процессу. Тогда тебя наградит футбол. Тем более, мы находимся рядом с Москвой. Здесь очень много работает людей, которые просматривают, молодежь. И здесь действительно все дороги открыты в премьер-лигу. Но мы стараемся сохранить у себя их. У нас есть даже взрослая команда ФК «Приолит», которые тоже помогают. Не обидно, когда уходят от вас? Вы знаете, наоборот, гордость. То, что воспитали, что люди идут дальше. И приятно, что твоя работа не прошла даром. Та же школа, особенно футбольная, очень благодарна то, что футбольная школа воспитывает таких игроков, как мы еще повторюсь, гордюшенки. И вот сейчас, на данный момент, мы гордимся, Илья Самошников. Это вообще в премьер-лигу попал молодец. Играет в основном в составе. Дай бог, может быть, станет игроком сборной России. Мы уже с вами коснулись темы чемпионата России. Давайте немножко порассуждаем. Каким вы его видите, вот эту концовку, стоило ли вообще его доигрывать ведь многие матчи из-за пандемии многие команды просто обнулились, то есть им были засчитаны поражения. Может быть, стоило просто продолжить его уже в следующем сезоне? В принципе, мы берем как всегда пример с Европы. Европа начала раньше, но она начала доигрывать чемпионаты. Я думаю, что в принципе правильное решение, чтобы было доиграть чемпионат, но я думаю, что мое предложение было мнение, точнее, чтобы немножко поменять формат чемпионата. То есть, доиграть чемпионат, но без определенного спортивного принципа будет отсутствовать, чтобы команды остались те, которые были, не вылетали две команды, которые сейчас на данный момент будут выходить в первую лигу. Но зато сейчас пополнится областная команда Химки, которая будет в премьер-лиге. Это тоже большое достижение в Московской области. И тренер у них известный игрок. Да, известный игрок. Но все равно это тоже будет приятно, все-таки областная команда в премьер-лиге. Вообще, было бы замечательно, если бы все 16 команд остались бы и добавились те две команды, которые выходят из... Можно было так, но в РФС приняли свое решение, в Российском футбольном союзе тут, как и судей, не обсуждаются. Но на данный момент все равно очень интересно. После пандемии, после этой паузы, смотреть футбол, наслаждаться. Конечно, еще было бы интересно, когда будут пропускать, зрителей будут допускать. Вроде идет разговор еще об увеличении на данный момент. То есть, можно еще будет... Это будет еще лучше. Потому что люди соскучились сейчас по футболу и без зрителей. Это да. Как-то не так. Эмоции не те, получается все-таки. Телевизор, или когда все-таки уже присутствие на стадионе, смотришь в футбол, это эмоции, они захлестывают. Тема судейства. Да, ее многие обсуждают. Давайте тоже коснемся так немножко. Вот уже несколько лет, получается, введена система видеоповтора, видеоарбитра. Что можно вообще о ней сказать? Ведь последние матчи показали, что в каких-то случаях она по-разному трактуется? При одних и тех же ситуациях то дают пенальти, то не дают пенальти, то дают красные карточки, то наоборот. Вот. Как это можно объяснить? Ну, это никак. Все равно, получается, мы сводимся к тому, что это все-таки вар был введен для дополнения, для улучшения определенных игры, футбола, тех же правильности исполнения пенальти, назначения пенальти вне игры. Но на данный момент все равно во главу угла выходит у нас человеческий фактор. Все-таки главный судья принимает решение, он как человек принимает какое решение, это одному Богу известно, что он примет. Ну, может быть, через несколько лет отменят этот видеоповтор и вернутся к старому формату? все равно это, честно сказать, это помощник, его надо использовать правильно. Ну, на данный момент... Не перегибать. Да, но мы всегда учимся, я говорю, думаю, что дальше, может быть, еще лучше будет усовершенствовать и, может быть, еще лучше будет на данный момент. Сейчас есть то, что есть, но, я думаю, дальше будет еще лучше. Вы в футболе уже несколько десятков лет, вся жизнь, как говорится, прошла, вы много тренировали. Зенит чемпион, наверное, это заслужено, все-таки команда имеет большое финансирование, имеет хороший подбор игроков, но все-таки почему так получается, что на внутреннем чемпионате у нее практически нету соперников, таких вот прям, ну, которые действительно могут побороться с ним, они стали за несколько туров чемпионами. Как выходим на международную арену, происходит какой-то коллапс, и наши команды просто-напросто не могут выйти даже из группы. Ну, тут такой вопрос, он очень сложный, это просто показывает уровень нашего чемпионата. Ну, а в чем корень зла? Сложно очень ответить на этот вопрос, потому что здесь много составляющих есть из-за того, что происходит, потому что это все зависит от работы команды, как команда относится к работе, те же самые определенные игры, которые проходят у нас на уровне, у нас команда есть, которая борется за призовые места, а есть команды, которые борются за выживание. то есть уровень игры разный получается и нет того напряженности, который вот есть, вот вы сами видите, когда играют там Зенит, Спартак, то же самое Краснодар, Зенит, это да, видите, это Дерби, эта игра очень захватывает, смотреть, но когда идет определенная игра с тем же с Крыльями, советами, совсем другая игра получается, и то есть я считаю, что может быть это какая-то помеха, что такой неровный чемпионат у нас, если команды были одного уровня, он гораздо сильнее прибавил бы чемпионат, и мы бы на международном уровне, я думаю, что достойным выступим, но хочу сказать, все равно, наша сборная очень достойно сейчас держит себя на международном уровне, те же из игроков, которые стоят, играют в премьер-лиге у нас. Ну, наверное, так и будет в футболе, когда богатый клуб может позволить себе купить более, так сказать, лучших игроков. Ну, лучше все равно обращать на своих игроков, своих самородков. Поверьте, в России очень много школ футбольных, футбольных академий, которые выпускают неплохих игроков. Просто надо посмотреть. У многих тренеров, которые приходят, и команды, и меценатов, которые спонсируют команды, у них желание быстро выиграть. Но есть игроки, которые свои, самородки, которые вырастут и дадут тот же, такой же результат. Дать им раскрыться. Да, дать им раскрыться, дать им шанс проявить себя, показать. А, соответственно, от этого, если мы российской будем командой развивать, игроков, значит, соответственно, для сборной у нас будет большой выбор игроков, которых тренер предоставится для выбора, и который, на самом деле, будет выбирать сильнейших. А конкуренция никогда никому не мешала. И последний вопрос. Буквально осталась одна минута до конца эфира. Что бы вы могли сказать всем нашим юным футболистам? Занимайтесь спортом. Любите его. Приходите и занимайтесь. И мы, еще, пользуясь моментом, я хочу всех жителей пригласить. Приходите на стадион, занимайтесь. Мы всегда рады вас видеть и всегда рады вам помочь во всем. Обращайтесь. Спасибо большое, Александр Владимирович, за приятную беседу о футболе, о спорте, о перспективах. Ждем вас всегда в нашей студии в гости. Спасибо вам. Напомню, сегодня у нас в гостях был директор спорткомплекса Старт Александр Томилко. На этом наша программа завершена. Встретимся через неделю. До свидания.